Значит, человек принесет справки и я вам расскажу, что сегодня происходило. Теперь по поводу сегодняшней темы разговора. Мы вчера говорили о том, как я вижу развитие банка и что в бизнесе нет ничего личного в большом. И нет ни одного примера, когда бизнес становился большим, а акционера было мало. То есть есть в мире банки частные, я видел банки, я знаю даже их названия в Европе, которые являются семейными. Но это не большие банки. Пожалуй, даже по оборотам это не очень старые, но значительно меньше даже сегодняшнего банка. Но мы вышли на стратегию большого банка, потому что две тысячи почти работающих это большой банк. Вот сегодня у нас какие-то кольца, коронки. Цветая гадость. Вот. Десять компаний. Раз, два, три Украина. Два и заваривали. Вот это хорошо. Раньше нам заваривали вообще. Не удавалось никого вытащить. Сегодня мы выдали триста пятьдесят тысяч гривен и двести тридцать одну тысячу долларов. Вот. Апогаш на двести две тысячи долларов и два с половиной миллиона гривен. Но мы сейчас проценты на нас увеличили. И таким образом можно регулировать кредитный портфель. Заработали на покупке и продаже валюты почти семь тысяч долларов. Это то, что... Что я говорю в купле и продаже валюты? Как вы думаете? Да? Ну, на межбанке. Что это такое? Маржа. То есть это мы что сделали? Купили дешевле и продали дороже. Кому купили и кому продали? Клиентам. Каким клиентам? Юридическим или юридическим? А? Юридическим. Юридическим. А? Юридическим. А кто думает, что физически? В обменных пунктах. Конечно, юридическим. В жизни. На физических лицах из одного процента практически парализована вся работа. Потому что сегодня продавать, покупать валюты невыгодно. Мы зарабатываем там гроши. 200-300 долларов в день на 40 обменных или 60 обменных пунктов. Вот. Что значит плохой менеджмент на уровне государства? Да? Вот сидит дурак какой-то, да? И дал, ну, вот как сегодня формируется в стране бюджет. Это, ну, то же самое, что бюджет банка или другой организации или фирмы. Вот. Сидит министр финансов, например, да? И подает цифру премьер-министру. Ну, это еще не Ющенко. Был пустовокин. Пример регулируемой экономики. Это когда с мозгами напряженная и ничего никто не прогнозирует и не считает. И подают цифру, что банки сегодня продают и покупают частным лицам там несколько миллиардов долларов. Вот давай введем процент. И за это получится, ну, что этот процент будет составлять чуть ли не 400 миллионов долларов в год или месяц. Взяли и ввели процент в пенсионный фонд. В результате 70% обменных пунктов вообще закроились. И никаких оборотов, ну, мы так держим только там, ну, для престижа, потому что нельзя зайти в банки и не поменять валюту. А на самом деле сегодня от этих операций государство потеряло намного больше, чем, ну, ущемило налогами. И вообще налоги – это плохая вещь, да. Там, где налоги маленькие в странах, там процветание экономики. Где вот такие вещи делаются, да, там всегда никакого бизнеса нет. На Western Union мы сегодня заработали полторы тысячи долларов на обмене валют 795. Ну, это сегодня выдающийся день. На коммунальных платежах – 1100, это в Киеве. Вот, а всего 3400 по метрогам. Вот открыли ночное отделение, да. Вот у меня сколько мы тут заработали. Бабок. 70 гривен. Не знаю на чем. 53 гривны. Еще на чем-то. Вообще совершенно… А, вот. Карточки телефонные. Ну, это сумма сколько купили. А где тут прибыль? А ну, скажите, Георгий. А какое это отделение у нас? Так, ну, это вот господин Абучков. Зам подписывал, у нас сегодня прибыль по отделению 1119. Ну, где написано? Покажите. Глубокомысленная, научная. А зачем вы мне вообще давали эту справку? Зачем вы мобалу переводите и справку мне дали? Это зам дал сейчас начальник оборудования? Очень, очень такое глубокое по смыслу объяснение, что зам что-то дала, и вы мне, почетному президенту банка, суете эту дрянь каждый день, и я все время думаю, на хрена он мне эту справку дает? Не могу понять. Сумма. Чего сумма? Вы хоть сами ее видели? Сумма. Ну, сумма чего? О, говорите. Всего Бога. Ну, скажите. Покажите. В каком месте? Совокупной сумме нет, отдельно по операции. Ну, покажите хоть отдельно по операции, не все. А совокупная нужна или не нужна? Нужна, конечно. Неужели? Не напечатано. Так вы только сейчас поняли об этом, да? Правда? Они не пишут просто, я их заставляю писать. А что же они сегодня не писают? Да у меня же нету на отделении. А вы думаете, до этого был? Думаю, был. А я думаю, нет. А вы уверены? Уверен. Давайте спорить, что не было. Да. Не было? Было. Не было. Вот. Сумма чего непонятного. Где прибыль? Ну, что вы рассказываете? Где прибыль? Да вы сейчас там что-нибудь поняли? Ну, вот отдельно, вот отдельно. Ну, скажите прибыль, назовите. Ну, по любой операции назовите прибыль. Мне нужна информация, которая... Ну, зачем вот вы сейчас даже придете? Ну, будете мне морочить голову, но я долго с вами разговаривать не буду. Вы хотите что, оправдаться? Или что? Ну, а зачем вы? Я разговариваю. А зачем тогда вы сейчас брешете? Ну, вот тогда вы меня сейчас начинаете уже достать. Ну. Я вас спросил, прибыль есть. Вот присутствие всех. Вы сказали, есть прибыль. Зачем вы меня обманули? Меня обманули. А что? Что сделали? Мне разобманули. И столько смотрели в нее, извините, как это, на новые ворота и все никак не могли разобраться. Ну, что тут разбираться? Я сразу вижу, что этот дурак составлял, да? А вы ее мне подсовываете на этот самый. Не делайте такого. Я обращаю внимание на все, да? И на то, где кто сидит, да? Обычно передовые люди сидят на первых местах. У меня мало времени для того, чтобы принимать решения. Я быстро буду обращать внимание на все. Кто прячется, кто подальше, кто поближе, да? Потому что я должен буду дальше принимать решения, кого двигать, кого нет. Кто как реагирует на мои слова. Кто задает вопрос, кто не задает. Кто справки подписывает от фонаря. Я говорил о том, что ни один документ от фонаря не может быть подписан. Но это, слава Богу, не господин Кучков подписывает, а какой-то дурак, который у него там все закончен. Он даже не знает, зачем он это все составлял. А на самом деле, зачем мне это надо? Как Вы думаете? А? А? Потому что вы знаете, работать или нет, что мне не работать. Ну, чего же вы мне лишаете возможности? Закрыть мне ночью. Я же банк несет проходы, бля. Или нет? Разберусь и доложу. Да нет. Вы сами с собой разберитесь. Куда там поделывать? 1200 гривен. Вот мы... Я ввел... Понятно. Я ввел платежи с 18 до 19... Ну, мы сегодня работаем единственный банк до 20 часов. И ввел такие графы. Вот, какие операции мы начали проводить с 18 до 19 и с 19 до 20. И отменил перерыв. Ну, не для людей, а для банка. И вот у меня результаты такие. Ну, 205 платежей мы принимаем в обед. С 131 до 18 до 19 и с 62 до 20. Ну, сейчас все замерло. Поэтому, как бы... В первое время мы несли порядка 10 тысяч долларов убытков, из-за того, что охрана стоит дорого. И с 18 до 20 нам пришлось ввести дополнительных людей. Кассиров, там, бухгалтеров. Ну, сегодня это уже... Ну... А завтра, как только люди будут уверены, что всегда мы открыты с 19, с 18 часов до 20. Завтра сбербанку будет хана. Ну, что это удобно. Но лишь бы они всегда знали, что мы всегда открыты. В любой день. Бывает иногда, ну... Директора некоторые хотели. Они говорят, ну, зачем нам? Ну, выходные. Ну, никто не придет. Да? Говорят. И говорили, когда я открывал много начальников. Никто не будет ходить. И действительно первое время не ходить. Как только мы один раз закроемся, 31 декабря, какого-то, ну, к примеру, или какой-то праздник, да? А всего один клиент зайдет, да? Он всем им расскажет, что они закрылись. И когда человек в следующий раз будет идти, он будет дергаться. Ну, стоит ему идти или нет, он может закрыть. Должна быть у людей уверенность стопроцентная, что мы не закрыты. А в регионах почему это не работает? А в регионах, потому что сегодня в Киеве заключено несколько тысяч коммунальных всяких договоров. Поэтому есть что делать нам в отделении. В регионах нечего делать. Непонятно, что они делают. Ну, Вестерн только. А наша основная идея это применять за газ, за воду, за тепло, за всякую дрянь, за телефонные переговоры. Вот такая, мы как бы коммунальный банк для населения. Потому что когда мы рынком овладеем, и чуть-чуть люди поднимутся. Да я введу за каждую платежку деньги. Девятнадцать. И уже никто не будет никуда ходить, кроме как у нас. Девятнадцать пенсионных счетов. Уменьшился у нас на три с половиной миллиона депозитный портфель по юрлицам. Плюс сто тридцать шесть тысяч гривен и три тысячи долларов. А всего мы приняли сегодня пятьдесят пять, пятьдесят шесть тысяч долларов и сто семьдесят тысяч гривен от населения. Сто четыре карточки выдали. Вот. Мы заработали по золоту за неделю. Пятьсот долларов. Что-то у нас золота нет, завтра мы его получать будем. Сегодня у нас вчера было мало денег за день, мы заработали сто семьдесят одну тысячу гривен. Десять тысяч и шестьдесятых, ну десять шестьсот мы заработали в гривнах. Это размещенные и привлеченные. Привлеченных у нас двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят четыре гривны. Вот. Всего. И вот на этой сумме мы зарабатываем всего десять тысяч шестьдесятых гривны в день. Как вы думаете, из чего этот заработок складывается? Десять тысяч? Двести пятьдесят один миллион в гривне. Ну, кто скажет? Пять процентов. А для чего? Мы их размещаем. Мы их размещаем. Там и мы их размещаем. Ну, где размещаем, помещаем? Мы можем на межбанке расти, можем обронать кому-то. Ну, как вы думаете, где они размещены? Где они работают? Я думаю, кредиты. Кредиты, которые мы расправляем. Кредиты, правильно, да. То есть это мы выдали кредиты, правильно. Еще где? Продать ресурсы на межбанке. Ресурсы на межбанке мы продаем, правильно. Это тоже. И все это в этой справке есть. Сколько мы... Вот на межбанке мы продали, разместили 20 миллионов, юридическим лицам 19 миллионов, физическим лицам, а это я вам под... это в долларах, в гривне. На межбанке 34 миллиона разместили, 54 кредита юридическим лицам, остальное кредиты физическим, ломбардное там и ВГЗ, ну, всякая дрянь. Вот. А вот у нас 11 тысяч долларов, то же самое мы заработали за валюту. За валюту заработали, разместили 20 миллионов долларов в межбанке, 19 юридическим лицам, 14... нет, это 2 миллиона, наверное. Нет? Это 54 миллиона долларов размещенных, правильно? Кредиты юридическим лицам 19 миллионов, межбанк 20 миллионов, кредиты физическим лицам 14 миллионов долларов, а всего 54 миллиона долларов разместили. Во! Какие масштабы. На неделю, да? Нет, это всего, ну, кредит на портфеле. Так, у нас такой вопрос, как бы я зарабатывал деньги, находясь на вашем месте? Очень важно, ну, для меня, да, чтобы вы зарабатывали на всех операциях. То есть, в первое время вам необходимо научиться осуществлять все операции. Поскольку мы являемся универсальным банком и отработали для вас все виды услуг. Кредиты, оверграфт, ну, кредиты там под машины, под квартиры, под... А? Под обороты. А? Под обороты, правильно. И потребительские, амбарные, продажа золота, карточек, виза, мастер, карт, American Express, чеки, потом зарплатные проекты, потом, да, чеки там, Western Union, депозиты, юрлиц, физлиц, разные виды депозитов, пенсионные счета. Все это вы должны осуществлять. И на первом этапе самое главное, чтобы вы, как к вам клиент попал, вы все, ну, вы, как бы, операцию это сделали, и тогда только вы берете инструкцию, ну, раз уже вы ее читали, и она для вас откроется совершенно в новом, ну, ракурсе. Потому что вы поймете ее прикладное значение. Ну, и тут же вы помните, что главный вопрос, который мы все время будем затрагивать, это какой? Риский. Риский, да. И тут же вы сразу прошлись по рискам, да? Где у нас прокол? Ну, например, у нас недавно карточки оформлял один человек, и одновременно он же еще что-то делал. И, фактически, он мог сам себе открыть карточку и вставить нас на любую сумму. То есть, любая операция должна быть разорвана по, по разным, по исполнителям. И в этом и есть гениальность управления. И как только вы такое мне предложение дали, сразу вы для меня, ну, я как банк, да, для банка вы представляете особую цену. Потому что не хватает все время анализа рисков. Это очень важный объем. Да. Как только вы всеми операциями овладели, появляется следующий вариант, как бы, дохода. Вот, когда я веду, я провожу, ну, такие переговоры с клиентами, вот сегодня у меня был крупный клиент. То есть, я могу брать вас, только вы, ну, мы говорим о том, что мы партнеры, да? И если у вас появляется крупный клиент, то вы можете для пущей убедительности даже назначить мне встречу. Ну, и любому вы, клиенту крупному, особенно, всегда можете сказать, что вы в особых отношениях со мной. И у вас нет нерешаемых вопросов. И очень важно, чтобы в ваших глазах клиент всегда читал, что вы не клерк, что вы не этот самый дворник, да? И что надо обязательно идти к черновескам и что-то решать. И обычно такое мнение у многих людей и есть. Ну, поскольку меня знают, вот звонит мне какой-то глава администрации и говорит, мне нужно сдать деньги на депозит. Я говорю, слушай, иди, я тебя сейчас назову классного директора отделения, и он все депозит. И обижается. Что я задаюсь. Ну, где я ему этот депозит буду принимать, во-первых. А во-вторых, я же знаю, что в центральном банке его хуже обслуживают, чем обслуживают его на лучших наших отделениях. И здесь уже, да, когда вы все виды услуг знаете, вам важно все абсолютно эти виды услуг предложить клиенту. Вот, например, приходит, ну, и вы это будете делать, и ваше величие зависит от того, насколько вы можете клиента повязать нашими услугами. Ну, как бы, не повязать это, а? Понять, что ему надо, здесь не ломать. Поломать уже не то. Вот, во-первых, да. Он, что был он, совершенно верно, но с другой стороны, это сервис. На самом деле, вы сделаете ему большое одолжение. Потому что каждая наша услуга является уникальной, да? Конечно, если это исполнитель, то когда он принимает на депозит деньги, он молча, тихо, да, развернул компьютер. Вот, например, вы, да? Вот садитесь на противную. Вот вы мне даете, например, да? Я не перевеличиваю, ну, я не думаю, что вы зарабатываете еще много. Держите. Вот вы мне даете эти деньги, и я должен принять их на депозит. Давайте. Отлично, давайте. Скажем, что вы знаете, да? Вот, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, считаем десять. Все, что у меня есть. Ну, это уже неплохая сумма, да? Что вы говорите, что я говорю? Давайте. Я клиент. Да, вы клиент. Вот у меня есть определенная сумма. Так, стоп, интересно. Я клиент. Я пришел вам принести депозит. Хорошо. Я их пересчитал. Пересчитай. Нет, давайте только не терроризировать. Спрашивайте их тысяча долларов. Поехали. Тысяча долларов, да? Вот. А как бы вы хотели? Вы на краткостроковый или на долгостроковый? Гениально. На долгостроковый. На долгостроковый, да? Можно и по-украински сказать? По-украински. Только по-украински. Да. На долгостроковый. На долгостроковый. И вы как хотите их разместить на... Мы вам предоставляем такую, значит, позвуку, что вы можете, как на себе их оформить, этот договор, так что можете на совкладчика. Вас это интересно или не интересно? А зачем вы это предлагаете, чтобы на расслушать? Какая идея? Ну, то есть я ему рассказываю, насколько у нас широкий... На украинский мы домовились. Я ему показываю, насколько мы широко можем его... Да ничего подобного. Потому что, как только вы правильно говорите, мы зарабатываем на этой операции. То, что вы вторую предложили. Это гениально. Только вы тут же потерялись. Поехали дальше. Далее. Ну, я вас запитал. Ну, вы запитали меня. Не нужно мне. Не нужно, да. Ну, значит, я прошу, а вы пенсионер или не пенсионер? Я пенсионер. Пенсионер. Чудово. Потому что именно для пенсионеров, таких как вы, видите, по чем вы до нас зайтили, не знали, куда вы идете. Да, да, по чем вы видите. Да, да, по чем вы видите. Только вы же... Так, хорошо, по чем вы видите. Ну, значит, именно для вас, как пенсионеров, у нас разработана такая послуга, что мы увеличиваем валютный процент на... Класс. Я... И что от меня требует? Пенсионер послечения. Пенсионер послечения. Пенсионер послечения. Значит, я вас запитаю, вы пенсию получаете где? Сбербанком. Сбербанком. Навище? Если вы будете получать ее у нас... Так, уговорили. Я готов открыть у вас пенсионный рахунок. А у вас... Для этого вклада я оформлю на машинку, да. А у вас дружина? Есть дружина? Есть дружина? Она где обслуживает эту пенсию получаете? Она тоже сбербанком. Вы до нас пришли, вы уже готовы нам оформить. Напевно, я думаю, что ваша дружина також бы захотела с нами працювать. Ну, почему это вы нам захотели? Потому что я вважаю у вас семейные приоритеты. Вы давно живете, я так понимаю. И, значит, вы... Что вы приказываете? Ну, поехали, про меня. Потому что я вчера так человек. Ну, поехали быстрее, давай говорите. Значит, да. И вот, если вы вдвоем будете получать больше суммы вместе, значит, больше... На украинской молнии поехали. Больше процентов, больше доходов у вас будет. Вот. И, взагалі, вам подобается, как у нас обслуживают? Да я в жизни первый раз вам зашел. Откуда я знаю? Значит, я вас полностью под свою ответственность говорю, что вас это задовольнить на все 100%. А почему это оно меня задовольнить? Потому что вы можете даже... Зараз давайте проверим. Это... Вы можете выйти из моего кабинета. Мы вважаем, что мы в моем кабинете. Да. И запитать у любого бухгалтера, у любого кассира какуюсь послугу. Давайте придумаем... Я в жизни своих никаких послуг нет. Какие послуги вы имеете? Если вы не имели никаких послуг, то это тем больше... Темпы, 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 поехали. Нема послуг. Я не хочу никаких послуг. Дальше. Все? Нет, я сейчас пообещаю ему, что... Я ему не пообещаю, ему еще раз поясню, что про то, что он до нас зашел, никто не узнает. И когда я сказал вчера клиенту, до речи, он сказал мне, что он обслуговался в Украине. Сейчас, сейчас. Что вы мне... Я вам скажу, что конфиденци... У нас самое главное, кроме... А что это такое конфиденциальность? Конфиденциальность, это та речь, которая свидетельствует о том, что вы до нас зашли, никто не узнает. Про то, что вы у нас сделали, никто не узнает. Я не знаю. А вон, мы не видели вашего борщица и... 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 У нас... Я вам могу пообещать, что с подбором кадров у нас это очень серьезно. И... 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 А что? Звербанка не конфиденциальна? Вы знаете, я вам про это ничего не скажу, потому что на другом банке есть такой пикет, мы говорить ничего плохого не будем. Но вы там обслуговуетесь, вы, напевно, сами понимаете разницу. Хорошо. Кто хочет еще... Присаживайтесь со мной. Или кто хочет добавить чего господин хороший не сказал? Ну, во-первых, нужно было добавить то, что мы работаем как бы с 9 до 8. Это дадут возможность вам прийти в любое время и получать деньги. Что вообще? Без выходных. Отсутствие очередей и то, что у вас уборщица не слышала. Отсутствие очередей. Дальше. То, что если вы переведете к нам свой пенсионный счет, вы получите в конце года 5% годовых по остатке... Нет, это брехня. Бесплатно на пенсионеры открываются счета? Да, бесплатно. Не обязательно самой приходить за пенсию. Бесплатная карточка. Как зачем? Бесплатная карточка. Так. Думаю, для убедительности, что банк входит по рейтингу в десятку лучших банков в Украине. Да. Ну, в десятку лучших банков. Что еще? Проценты вы можете получать как ежемесячно, так и в конце срока. Причем в конце срока у нас самые большие ставки по банковской системе. Да. Вы можете приходить в наш банк и подписываться на газеты и журналы. Вы можете платить за коммунальные услуги. И вам не надо будет ходить ни в Сбербанк, ни на почту. Все мы делаем в нашем банке. Услуги и подписка на газету. От отделения по всему благо. От отделения по всему благо. Скидки получаешь. Любую сумму можно снять. 5-10 грн. Что еще? И бесплатно. Мы полномочены по старбайтерам. Вам один есть полномоченный по старбайтерам. Что еще? Именно для пенсионера у нас повышена ставка. Так это как? У меня какие замечания по нашему разговору по менеджменту господина директора? Есть какие? Что он не так делал? Или все нормально? С одной точки зрения, Куму навязывал услугу. То есть вы считаете, что навязывать не надо? Нет. Какие еще мнения? Име общество не упомянуло? Нет. Име общество не упомянуло? Не доставить то, что он на совкладчика сразу предложил. То есть это надо было немножко позже. Сначала там по процентам, по всему остальному. Да. Значит, на это нормально. Навязывает. Вы считаете, что навязывал. Какие еще есть мнения по этому разговору? Что не так делал директор? Волновался и немножко сбирчиво говорил. Что еще? Можно? Да. Сказал, что я вас по глазам вижу. То есть это как бы... Нет. По глазам вижу, что плохого в этом? Как плохого? Сказать, что вот это такой несчастный человек, что вот вы пришли к нам, что только я вам могу упомянуть. То есть вы как бы унизили? Да. Я полностью с вами согласен. Вы не стесняетесь говорить. Дальше. Если разговаривать на украинском, то разговаривать на чисто украинском. А вы на широм украинском? Что? Не, он просто на меня индируется. Чтоб я не подумал, что не зауважал его. Я его уважаю. Мы на Украине должны на украинском говорить. Моя беда просто, что я жил в Харькове и у нас не было украинского языка. Сейчас перехожу вот такой. Ничего. Нормально. Я украинец настоящий. Или как правильно? Украинец. Сто процентов. Я здесь в Украине сказал, что с другими вопросами он может обратиться лично ко мне. Если у него будут какие-то проблемы. То есть это личное такое внимание человека, оно должно быть... Так, так, так. Поехали, поехали, поехали. Значит, вот смотрите. Тогда я вам скажу, что мне понравилось и что не понравилось. Если вы будете возить, можно приложить кофе. Да. В принципе, да. Есть два как бы вида замечаний, которые вы сделали. Одна часть. Это как бы рассказ о банке. Да? То есть здесь явно директор отделения не до работы. То есть он бы, конечно, мог рассказать больше. Но с другой стороны, я не вижу вообще проблемы и не думаю, что такому клиенту надо особенно уж много про банк и говорить. Это не юридическое лицо, а это все-таки пенсионер. Поэтому про банк можно еще говорить очень много и я эти замечания особо не ценю. Я полагаю, что вы их все будете тарабанить по полной программе. Вот. Но самое главное, чтобы это как бы не как попувай, да? А каждому человеку можно рассказывать про отдельные, ну какие-то... Пенсионерам лучше рассказать, что мы уполномочены банк по пенсиям, вот. И это всего 10 банков на Украине. Вот. И к нам очень высокое доверие правительства. Это очень важно. Полномоченный банк по пенсиям и по астарбайтерам. Он сразу воспрянет духом. Да. Это серьезно. Вот. Дальше. Замечания. Вот. Что бы я выделил, да? Ну, во-первых, хорошо провел разговор. В принципе, нормально. Вот. На что я обращаю внимание здесь? Что гениально, да? Вот. Очень важно, что директор пытается навязать услуги. Но это не навязать. На самом деле улучшить жизнь клиента. А мы везде за все берем бабки. Но на самом деле намного больше зарабатывает от этого клиента. Потому что наша новая услуга, это не просто, что мы его ободрали, да? А то, что мы ему дали сервис. Ему намного легче станет шить. И я скажу, где гениальность, да? Спросил пенсионер или нет. Класс. Потому что, как только я узнаю, что к вам зашел пенсионер, да? А мы скоро оборудуем телекоммуникациями все отделения, да? Вот я однажды проводил, взял, записал на пленку, в банке это возможно, да? Ну, мы ничего такого не делаем. Ну, как бы специально как вел переговоры начальник кодированных счетов. И сразу мне стало ясно. Ничего у него никакого будущего. Конец света. Я такое увидел, что мне стало дурно. И мне чуть не вызвали скорую помощь. Значит, ситуация у него была такая. Я вам эту кассету, кстати, сказать... Где директор? Да, вы запишите. Я вам эту кассету прокручу. И вы скажете, какие замечания у вас по менеджменту этого человека. О, класс! Следующее занятие вы посмотрите, как менеджер ведет беседу с клиентом. Значит, что классно? Предложил совплатчик. 5 долларов шлеп, и мы заработаем. Но, кроме того, он услугу внедрил. Это очень важно. Пенсионер. Класс! Нам нужны пенсионеры. Тут же он карточку не предложил. Да? Не предложил? Не предложил. Не предложил. А вот здесь гениальный тот, кто сказал, что карточку надо. Потому что по карточке. Мы, во-первых, у нас есть очень интересные договора с компаниями. Со стороны дисконтной, ну, той компании, которая дает нам дисконт, да, там возможен нам определенный процент. Это раз. Во-вторых, по транзакциям мы начнем, ну, тут же зарабатывать. Ему захочется еще положить деньги. Ну, и он будет ее показывать всем пенсионерам. Так. Значит, хорошее что? Пенсионер и совплатчик. Плохо что? Не предложил карточку, вот, не рассказал о дисконтной программе, что страшно важно. А у нас ведь полно всяких кафе, а для пенсионеров прачечных. Недавно встретил я одного пенсионера. Он говорит, слушайте, никогда не знал, что такое класс. Закажу в прачечную, где я всю жизнь платил по полной программе, а тут мне 15% дисконт будет. Во! Ну, вы даете. Ну, я счастлив от этого, да? Обидел пенсионера? За что? Он всю жизнь работает. На страну. А вы ему дисконт не будете дать. Проблема. И я, конечно, если это увижу, я тут же сделаю соответствующие ему. Ну, пару раз поговорю. Потому что самое главное нам действительно навязать. И вы абсолютно не правы. Немножко не правы. Да. Именно люди не знают о банковском сервисе. Значит, кроме карточек, я бы, наверное, предложил ему взять товар-кредит. Не предложил, и вы не предложили. Но вы не предложили еще потому, что вы нифига не работаете. А он уже работает и не знает. А ему, наверное, нужен телевизор. Этому хорошему человеку. И мы можем на нем заработать бабки. И он телевизор себе купит или холодильник. Не предложил. Но даже если он не купит, ему надо было бы это всучить. Эту нашу, эту самую. И он бы разнес бы. Да. Не спросил. А кто еще у вас, это, соседей может захочет, вот когда он увидит список дисконтных этих самых. Не спросил. Ну, это как бы неважно. А вот то, что это дисконт, то, что не по кредиту, это проблема. Да. Теперь. Не сказал, что под залог депозита мы можем выдать кредит в любой момент. И уравнять процентную ставку. То есть, вот в чем смысл, насколько банк классный инструмент, вы себе представить не можете. Только для тех, кому может менеджер объяснить. Они же не знают. Что вот у нас иногда человек может положить 100 тысяч долларов, да? Если у него хороший менеджер, то завтра он ему одолжение такое сделает. Ну, с ума сойти. Завтра он приходит и говорит, а мне нужен кредит. А когда у менеджера мозгов нет, то он, ну не кредит, он говорит, мне бабки нужны. Срочно. А у него проценты на год. Ну, в конце года. То есть, он потерял все проценты. А на самом-то деле, мы можем сказать, берите кредит. Здесь у тебя 6 процентов с половиной. Я начал, за счет того, что ты такой крупный, и мы тебя уважаем, да? Мы тебе даем кредит. Вот 6,5 процентов плюс наш один процент. Всего лишь. И ему не надо разрывать договор. А ему всего, наверное, до 10 дней бабки нужны. Ничем не рискует. Но, правда, мы дадим ему не 100 тысяч, а сколько? Семьдесят. Ну, за счетом тех процентов, которые он нам должен. Умный человек. Точно. Риски. Что ж вы? А рис, зачем же нам брать за эти 6,5 процентов в конце срока? А если не отдаст? Если бы он расстроил договор, мы бы их заработали. То есть, если он держит, ну, это понятно, да? Вот это и есть наш риск. Поэтому мы дадим ему за минусом 6,5 процентов. Ну, или там сколько, я не знаю, они деньги были. Ну, это как бы вопрос, да? Но, как только вы ему эту услугу сделаете, да? Как только менеджер не отморожен, а у вас таких случаев миллион будет, все, этот человек будет поздравлять вас до конца своих дней. Потому что на самом деле вы призваны банками, да? Помогать людям. Не навязывать, а помогать. Разве навязывать это, если что мы дисконты бегаем по всему городу, когда заключали этих договоров? Мы же помогли, да? На заправке, в магазине, везде. А еще посмотрите, что сделать. Вот что банку творят. Вот это класс. А у нас полным-полно случаев, когда человек разрывает договор, да? И бедный теряет эти проценты. Мало того, и в разговоре можно ему сказать, послушай, раз ты кладешь такую сумму, я тебе советую, ты ее разбей лучше по договорам, или возьми лучше чеки. Ну. Потому что, когда тебе будут нужны деньги, да? Чтоб ты не ломал весь договор, я ничего не смогу сделать. Лучше разбей их по десять тысяч. Но уже он понял, с кем он имеет дело, да? Не с человеком равнодушным к его банкам, к его судьбе, да? А с человеком, который, ну, как бы, проникся его проблемами. Он хочет ему помочь. Он всем это расскажет. Он такого никогда не видел. И от того, что вы очень сладкий быть, да? Это плохой менеджмент. Директор банка имеет достоинство. Не сисюкает, как вы. И глупости не говорит по части того, что я по глазам вижу. Если бы мне такое сказали, да? Ну, в лоб бы я вам не дал, а лет двадцать назад дал бы. Вы меня любители. Вы что, меня за идиота держите? Я не идиот. И кто вы такой, чтоб говорить мне про мои глаза? Мои глаза нормальные. И ничего вы по моим глазам не увидите. Вы еще до моих глаз не дорослили. Я вас уверяю. Так что не надо нас дурить. Это вы уже перешли на панибрат. Обстановка абсолютно официальна. Солидна. И вы въезжаете полностью в тему этого человека. Но при условии, что если он расположен. Не просто тянуть тело за рука. Ну, давай сюда это, вот еще это. Если он не хочет. Все. Всего лишь солидно. Мы им можем говорить о наших возможностях. А они беспредельны. Мы все можем. Мало того. Вот сейчас мы сможем. Вы можете это знать. Мы можем вам предложить работать. Если он помоложе. Через клиент банк. Или по факсу. У нас есть такая возможность. Если он уезжает за границу и по нему видно. Мы можем сказать. Мы тебе сделаем возможность. Ты сможешь переводить деньги. Всего лишь по факсу. И по телефону. И это у нас работает. Правда никто еще не воспользовался. Серьезно. Ну. Там. Так. Мы ему дисконты. Карточки. Кредиты. Да. Кредит мы ему предлагаем обязательно. И обычный. И под. Ну. Этот самый. И. Такой. Да. Мало того. Мы не предложили ему международную карту. Он нам штуку принес. У нас. Это. Потому что вы не знаете. Да. И к вам претензий нет. Тысяча долларов это бабки. А нам всего лишь надо. Для обычной карточки. 250. Поэтому. Тут же. Я бы его. На карточку. Расколол. И. Это был бы класс. Потому что. Если только он едет за границу. А я езжу за границу. который пенсионер. Да. То. Мне эта карточка нужна. И. Открыл бы ему овердрафт. До тысячи долларов. И. Он бы мне еще за карточку заплатил. Уже две карточки. Что бы я еще с ним сделал. Ну. А. Рассказывать можно много. И. Про круглосуточную службу. И. Про то. Что мы самые надежные. И так далее. Но. Самый высокий класс. Разговор. Это конечно с юридическим лицом. Я даже. Не думаю. Что кто то из вас. Готов. Провести со мной разговор. Как с юридическим лицом. Кто хочет. Я юридическая компания. Ладно. Чтобы так. Как бы. Не тянуть. А можно наоборот. Вы юридическое лицо. Ну. Дело в том что. Для этого я должен дать вам. какие то. Вводные данные. Ну. Для этого. Я просто расскажу. Не хочу. Я. Когда вы. Упретесь. В крупного клиента. Я. Я. Может быть. Проведу. Какое то занятие. Я. 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 демонстрировал. Я. 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 Высший класс, то есть предложить ему, он скажет, да и никогда кредитами не пользовался. Ну и что? Дайте мне ваши данные по работе в другом банке. Он показывает, что у него в день 100 тысяч туда-сюда, ну там, например. Мы ему, там, я не помню, до 40% мы даем без залогового кредита, если он давно работает, да? Да, ну уже он 40 тысяч в день имеет овердрафта. И как только мы ему овердрафт открыли, вы уже начинаете зарабатывать по-серьезному. Это небольшой клиент 100 тысяч, а на миллион, а у него 400 тысяч овердрафта. То есть, когда у него ноль на счету, он же не считает ничего. Ему надо перевести, он же не знает каждый день состояние своего счета, а ему платежи какие-то, ну, нужны. Попал, когда у него бабок нет. И тут же мы ему проценты. И ему выгодно, потому что он, как бы, не потерял сделку, да? И нам выгодно, потому что ваши деньги уже работают, ну, кредит. Да мало того. Каждая услуга, ну, я не хочу рассказывать, это миллион еще. Мы тут же ему говорим, когда инфляция, тебе не надо мучиться. Ты работаешь в правах с банки, имеющим лицензию на золото. Как только инфляция, ты сразу можешь загонять нам бабки в золото. И мы останавливаем инфляцию под, ну, понятно почему, потому что золото та же валюта. А иначе куда их делать? И он все время думает, не дай бог она грохнется, куда девать выгонять, выдумывать импортные и экспортные контракты, потом за тобой полиция гоняется. А мы тем хороши, что у нас это... Ну, когда вы ему это скажете, все, он уже спокойно. И про золото. А вернай. А вернай, да. А про конфиденциальность. А вы ему говорите, старик, пока я здесь, можете на себя ссылаться, да? Никогда. Ни одно учреждение, ни ЦРУ, ни Федеральное бюро расследований, ни КГБ, ни МВД не получит от нас ответа до тех пор, ну, когда вы его знаете, конечно, и он... Вы ему говорите, что если вы покажете мне все свои операции, да? И я буду видеть, что вы порядочный человек, никто из них не говорит. Пока вы не увидите, что от нас там потребовали проблем, мы получим ответ. И мы так и сделаем. Потому что мы патриот из страны, вот, и сегодня это запрос жизни и смерти бизнеса. Все. А еще, когда вы ему когда-нибудь запрос покажете, никогда от вас этот клиент не уйдет. Вы его повязали уже так, что он уже все. И мало того, вы лоббируете его бизнес, он вместе с вами начинает расти. Вот я на совещании говорил, 200 тысяч долларов выдал, но он уже не мальчик, случайно мы его взяли. Не было отличника. Представляете, вы выдали 200 тысяч долларов. Да этот клиент и детей ваших поздравил. Он не понимает, что мы на этом зарабатываем. Он расценивает это личное должное. Вот какую силу вы получите. Если только вы можете, это силой пользоваться. Потому что я вам покажу на примере вариант плохого мальчика. Когда с клиентом разговаривают, не уважите. Это как бы проблема. А если вот клиент подумает... Теперь дальше. Это по поводу зарабатывания дня. Сейчас я отвечу на вопрос. Когда вы по всем операциям пройдетесь, я вижу идеология заработка такая. У вас на каждом направлении может появиться зам. Зам по пенсионерам, зам по привлечению клиентов, зам по операциям с ценными бумагами, зам по этому, зам по тому. Вот здесь мы начинали точно с тех же условий, с таких начинаете вы. Здесь было у меня 24 человека, 7 компьютеров или 8. Первый этаж. В 92-м году я сюда зашел. Снял это арендованное помещение с арсенала. Думаю, юмали. Там было 740 метров вместе с хранилищем. Паутина кругом, гинекологические какие-то кресла. Это была поликлиника. И разломаны, и зубоврачи. Тараканы бегают. Ну, в общем, жуткая история. Но самое страшное, то, что я не знал, куда такое помещение и девать. Фактически мы поместились всего в одной квартире. Метров на 40 и начали работать. Сегодня трещит дом, потому что нам негде сажать сотрудников. То есть, но это результат моей работы. Я оказался хорошим мальчиком. Потому что многие банки так и остались в составе 50-40 человек. У них нет операций. А я стал насаживать, насаживать, насаживать новые операции, новых людей. И благодаря этим людей мы вторгаемся в новую сферу. Увеличивается количество людей, замок и так далее. И сегодня я вам гарантирую, что половину, ну, не половину. Две трети людей никогда в своей жизни не видят. Они тут что-то ходят, делают, не знаю, что они там делают. Все пределят. У каждого компьютер, что-то он там делает. Вот, обслуживает вас. Если у вас талант, мы под вас начинаем покупать новую-новую квартиру, там весь дом. И у вас операций больше, чем в Центральном банке. И мы тогда открываем Центральную контору у вас. Вас назначили, любого из вас, представителя управления. А мы здесь как отделение. Ничего смешного. Чистая правда. Большие васики остальные. Для неудачных. Большие васики. Сегодня у меня был мальчик. Костя Жива. Ваш раист. Которая периодически нас отгоняет в 12-х и кредитах. Всего за 2-3 года. Вот вам большие высики. Для неудачных. И лучше вы это никогда не говорите. Это состояние души. И меня это как бы настораживает. Лучше вы не начинайте даже. Потому что я ведь все равно вас достану и выгоню. Как только я увижу, что вы думаете, как обычный человек. Нам нужны лидеры. И это должность для лидера. Не для клерка. Не для клерка. Если у вас нет мечты, и вы не верите в то, что вы можете развиться, не начинайте. Потому что очень скоро мы расстанетесь. Я лично ничего не имею. Только я вас достану. Как и любого другого. Я никому не дам не мечтать и разбираться. Потому что здесь полно для клерков работы. Больше чем 250 долларов. Здесь есть зарплата до 500. Вот сюда сидеть. До свидания. И никогда меня больше не увидеть. Потому что это не для людей, которые не смогут эту идеологию развивать. Во всех отделениях абсолютно будут работать только люди, которые будут штормить плод и не давать работать центральному банку. И под которые мы будем покупать и покупать и покупать квартиру. Вот как Татьяна Георгиевна здесь есть. Я под нее особняк на подругу купил. Сколько подруга не стоит. Потому что она не помещается. 136 лет за 8 месяцев. Это уже банк большой. Такие дела. Поэтому это не ее васики. Я никаких сказок никому не рассказываю. Я вообще не сказочник. Я серьезный человек. Такие вот как бы дела. Какие. Да. Ну и есть еще один вариант нашего сотрудничества. Может случиться так, что вы себя проявите. У вас появится вкус какой-то одной операции. Да. И вполне вероятно, поскольку вы вполне самостоятельный банк. То есть есть два варианта. Вы хорошо пишете отчеты. Развиваете все операции. Я всю жизнь вас люблю. И получаете доход. И у нас он будет в течение года в Киеве до 3000 долларов. Не заработал в течение года 3000 долларов по доходам. До свидания. Центральный банк. Куда угодно. Потому что мне нищие директора отделения. Не нужны. Это тоже вопрос. А потом я поставлю 5000 долларов. Потом 10. Вот. И в этом году уже некоторые отсеются. Кто не имеет дохода. Я не могу понять почему. Нищету разводить на этих должностях нельзя. Ну это как бы я рассказываю вещи, которые вы не знали, когда вам рассказывали об этом институте. Правильно? Беру быка за рога постепенно. Чтобы вы понимали, что вас ждет. Это принципиальные вещи. Поэтому кто в себя не верит, чем быстрее сдаться, тем лучше для него. Чтобы не было скандала. Здесь полно должностей. Нам очень нужны средний персонал на зарплату выше, чем директора отделения. Вот такие дела. Если вы будете писать хорошо отчеты, развивать все операции, доходы у вас будут хорошие, и вы выйдете через год на зарплату за 3000 долларов в Киеве, то все спокойно. Мы работаем, нормально. Но может случиться так, что кто-то из вас неординарный человек. И вот он будет тянуться в одну какую-то операцию. Если доходы будут, я готов простить. То, что банк не развивается как универсальный. Моя идеология универсальная. Я хотел бы видеть каждого из вас, специалиста по всем операциям. Но может случиться так, что вы захотите заниматься только одним, да? Вперед. Можно зарабатывать на ценных бумагах миллион долларов в день. Пожалуйста. Вы будете работать в этом направлении. И мы под вас начнем набирать людей, замок, помо. И бог с ним. Закроем его отделение как универсальное. Работа с 9 до 6. Никаких пенсионеров вообще не мешает. Токов, гениальный человек. Ковал деньги с утра до вечера. Вот и для себя, и для банка. То есть такое тоже может быть. Потому что я говорил вам, что в мире ни одного похожего банка не существует. Это по поводу, как бы я зарабатывал деньги, находясь на вашем месте. Максимальные зарплаты я вам говорил. Или напомню, какие были в прошлом месяце выделения. Все слышали, да? Нет. Максимальная зарплата была 35 тысяч. Гривен номер один. По 24 тысячи было примерно почти 2 человека. А остальные... Ну, в общем, у нас 10 человек примерно выходят в район 3 тысяч долларов. Это все люди, которые проработали там полгода. Ну, не больше. А дальше пошли неплохие... Ну, там... Я вам тогда зачитаю это... Ну, на ближайшем совещании поднять этот вопрос. Но максимальная была зарплата... По-моему, 40 рублей или 44 тысяч. А? 40 рублей, да? Чистыми. Какие вы делали? И я не отойду от этой идеи. То есть, как бы нам тяжело не было это платить. Потому что на каждую гривну мы 75 копеек платим государству. Я буду это делать. Хоть подавитесь деньгами. Но я буду этих правил придерживаться определенное... Ну, длительное время. Пока банк не завоевает ремонт. А потом, нормально. Офицер должен получать в Европе не меньше 10 тысяч долларов. Вот это как раз должность банковского офицера. Ну, как у вас. Индивидуальная работа. Ну, успею. Вот такие дела. Какие вопросы? И какие темы мы будем обсуждать еще? Можно вопрос. Почему в департаменте по привлечению клиентов до отплата сотрудников? Какой-то был интересный планик, который вы на сношенном совещании увидели в черном? Стратагик вот так лично руководит. Не, был бы им винтам на заднем плане в черном костюме. Время дня дыра, я думаю, не помню. Куда взяться? Вечаяненько попал. Кто был в черном костюме сейчас? Есть? Я был в черном костюме. Вы меня отбирали. Не, не, какой-то странный был персонаж. Я не могу. Как он попал, я не граню. Хорошо. Поехали. Почему в департаменте по привлечению клиентов у сотрудников зарплата постоянная ставка, а не процент от привлеченных клиентов? У нас нет такого департамента. У нас есть департамент задрыбанных сотрудников, принимающих юридические дела клиентов. Они никого не привлекают. Не привлекают? Не, вообще, люди. У нас есть департамент по привлечению клиентов. По привлечению клиентов. Они там ходят, вот это там три человека, они ходят, непонятно куда, вот, и зачем, и где-то ноют, чтобы открыли счета. Я их разгоню. А нужно работать в системе. То есть я, у меня есть идеология, мы берем все отрасли, да, смотрим, какие самые, ну, привлекательные, по емкости кредитной, там, по остаткам от счета, вот. Я подбираю туда людей из министерств, ну, это громадный департамент, но я любого готов, пожалуйста, рассматривать и дать возможность попробовать работать. Ничего знать не надо. Вся идеология есть, заряжена. Дальше мы начинаем вдогонку слать письма, потом встречаться. Куда-то я могу позвонить, у вас крупный клиент находится, вы считаете, что надо, чтобы с ним, ну, первая встреча была, ну, звонок был мой, пожалуйста. Если он депутат, я ему позвоню, или министр какой-то, спросить меня, знаю я, или не знаю, позвоню, скажу, примите его. Ну, это мой самый близкий друг. Что ты развиваете под крупным клиентом? Это у него образовательный какой-то, или остаток, потому что в одного миллиона считают крупным, а для другой миллиона считается мелким. Для нас хорош любой клиент, потому что у нас очень дорогой обслуживатель. Самая дорогая на Украине. Мы берем за лапешку до 25 долларов. Потому что это стоит того. Потому что мы конфиденциальные, ну, и все там. Крупный клиент, с которым по вопросу можно обратиться к вам. Крупный клиент это, ну, за миллион гривен на оборотах в месяц это уже нормально. Да. Ну, это если нужно, да. Желательно, чтобы вопросы все решали сам. Потому что, если только вашего авторитета не хватает, это проблема. Вы самая авторитетная фигура в банке. Только тогда, когда вы знаете все услуги и, ну, если вы идете и представляете банк солидно, то все дороги вам открыты. Если вы уверены в том, что вы в хорошем банке, что вы можете все эти услуги, ну, ему оказать, да, что вы лучший из лучших. А если вы стучитесь, скребетесь, еще не назначили встречи, да, и ноете в приемной, да, что прими директор. А он говорит, да пошел его. Я завтра вас выгоню сразу же. Как только узнал, что вы не звонили, да, что вы предварительно не договорились. Вот. Что вы не написали ему сначала письмо. Вот. Или что вы где-то ныли. Это позор для банка. Мы никому ничего не навязываем. Не хочешь, до свидания, не надо. Еще такой вопрос. А если вопрос уже уперся в то, что, ну, крупный, но ему нужны, ну, какая-то нестандартная там ситуация. Ну, я не знаю зачем. В принципе, наши директора, как бы, справляются пока, ну, сами. Но несколько встреч я проводил. Там, где у нас оборот, там, 50 миллионов в месяц. Я сказал директорам, если нужно, если мой авторитет все это значит, приводите. Просто я проведу политическую встречу. Что я рассказываю на этой встрече всегда? И что вы можете говорить? Что это единственный банк, который не занимается никаким бизнесом. Других я не знаю. Что мы никогда не подглядим ни в какой контракт. Чтобы украсть у него этот бизнес, как делают иногда по сельскому хозяйству главали. Ну, это плохого о банке вы говорите, я не говорю. Это чтобы вы знали, да? Что благодаря тому, что я не занимаюсь неким бизнесом, мы надежны. Что я не спонсирую, не лоббирую свой бизнес. И не карманный банк. Его бабки, мой проект. Богорит, не богорит. Вот это я рассказываю. Я ему говорю, любому клиенту, что вот, я смотрю в вам глаза, честно, мы ничем не занимаемся. Самое главное, ваш интерес. Мы будем их защищать до тех пор, пока вот директор, который вас привел, будет утверждать, что вы порядочный человек. Вот это я говорю. И как депутат я всегда говорил, пожалуйста, я хоть он клиент, хоть не клиент, я моралист. У вас проблема, я подпишу депутатский запрос, я позвоню министру, я буду отстаивать ваши интересы, если у вас какие-то... Ну, это не надо, это очень навалится. Все равно это как бы закрутно. Но на самом деле, действительно, есть проблема, бумагу, я поручение дам подготовить запрос, ну, депутатский, я действительно занимаюсь этим, и не обязательно, чтобы он был моим клиентом. Потому что я считаю, что будущее Украины за бизнесом. Ну, только в бизнесе мы можем вывести страну из тезиса, а не в коррупции. И ни за что денег я не беру, ни за какие услуги, ни за какие... Ну, мало того, мы придумали всякие... Мы подпишем, если он у нас работает, и он порядочный, мы напишем бумагу, потому что мы его уважаем. Он всегда ее сможет предъявить другому банку, что он уважаемый наш телек. Ну, массу всяких, ну, таких приятных вещей делать. Какие вопросы? Леонид Михайлович, смотрите, есть вот клиенты, у нас нет такой услуги, как то, чтобы пополнять депозитный счет. Да, и не будет. Она не выгодна пока, но я ее увожу на днях. Но, как бы, не очень охота мне ее уводить, потому что я понимаю, какая ситуация на рынке, я вам привел к цифре, да? Мы сегодня вот 127 тысяч плюс у нас доходы. Я не хочу с ней возиться, потому что это не очень выгодно для банка. Тогда надо уменьшать проценты. Потому что процент на процент получается, ну, как бы... Но мы ее введем на днях, она будет. Просто проценты по ней будут меньше. Должны быть все услуги, выгодные, невыгодные, в этом будет право. Введем. Что еще? Каким образом... Программное обеспечение уже есть? Каким образом в банке достигается режим компетенциальности? То есть, как мы можем объяснить клиенту, что мы ручаемся за безопасность? Это вы не были на лекции, когда я говорил о компетенциальности, да? Да. Проблема. Я вам дам послушать. Мы очень серьезно занимаемся. Я про всем рассказываю. Поэтому мы сейчас все систематизируем. Кто, чего не слышал, я разобью все эти лекции на темы. И те, кто не услышал, вы услышите. Вы будете в этом уверены на сто процентов. Какие есть вопросы? И, Путаш, вот я столкнулся с такой ситуацией. Клиентка нашего отделения, которая имеет валютный счет, по какой-то причине захотела открыть карточный счет в другом отделении нашего же банка. И вот теперь для меня поставит вопрос. Как разделить интерес банка, интерес клиента? Поскольку я могу предложить ей снять деньги с ее валютного счета, получить налог и положить в том отделении банка. А могу сказать, чтобы она просто перечислила со своего валютного счета на карточку, которую она откроет. Да нет, то есть это уже вопрос, что ей удобнее в другом отделении обслуживаться. Но это, во-первых, частного лица вопрос. То вы должны сделать так, как ей удобно. Потому что ничего вы там особенно с частных лиц не зарабатываете. А если это юридическое лицо, и вы его уломали, и он открыл счет, и навязали ему все услуги, то при переходе в другое, во-первых, ему не надо переходить в другое отделение, и где бы вы ни находились, вы везде в Киеве можете работать комфортно. Потому что клиент банк, и вообще лучше ему банк не ходить. Поэтому вы находитесь на оболоне, а он находится на крещатике. Зачем ему? Ну, он как бы сначала был на оболоне, приехал офис на крещатике. При клиент банке нет проблем. Но если он тупой, извините за выражение, не хочет клиент банк, то, а вы его когда-то привлекли, у нас есть положение, что он будет обслуживаться у него, а получать доходы по остаткам будете вы. Понятно? Такое мнение, зачем? Не получается так. Вот мы находим клиента в районе, где не лежит наше отделение. Пишем ему письмо, он, например, отказался. Потом директор этого же отделения тоже пишет туда письмо. И получается, потом еще еще... Получается. Сейчас мы организовали новый департамент, мы исключим такие проблемы. Есть такая проблема. Мы можем попасть в одного клиента с двух концов или с трех. Бывает. А как и много за можно исключать? Не хочу на эту тему говорить. Я этим занимаюсь, я организовал отдел информации, и уже написал диалог, и сейчас они там программное обеспечение. Что еще? Диктор Павлович, провинционное размещение замок на отделении, но это отделение практически нет местных, как там будет размещаться? Стоять будет. Уходят. Грудильники. Стол дополнительный. Это как бы не проблема. Пока. А потом, если дела в отделении нормально, я говорил, квартиру купить рядом, это не проблема. А стул поставить его тоже. Значит, не будет там замок. Ну, я не знаю, о чем вы говорите. Это конкретный случай, будем разбираться. Мне пытание вносить стартаник от отречивания рубок. Так. Что такое стратегия и тактика в работе? Как бы вы бачили на новом отделении, в какой-то отдельности, и строить стратегию, и строить тактику? Ваше пещение. Как бы нам радовать? Так. Вы пишите мне завтра, я буду пробовать. Как бы я порадил працювать на отделении, на новом отделении, строительной и тактике? Стратегия и тактику. Нема проблем? Расскажи. Что еще? Какой вопрос. Если действительно клиент пришел, навязали ему, хочу услуг все, а он себе думает, а вот я сейчас залезу по уши в этот банк, а потом он ба-бам и лопнет. Да. И вот спрашиваю тебя, вот я действительно, что мне тогда сказали? Как? В принципе, я говорю, да, банк надежный, 11 лет на рынке, там, десятку лучших. Украина тоже был надежный, все его хвалили, но ба-бам и все. А вы столько уже на лекции умеете? Ну, я с понедельника не был. Вчера. Кто ответит в этот вопрос? Ну, в первых, банк, в первых, банк отвечает, первые вклады клиентов своим имуществом, есть резервы в НБУ, всегда, в первую очередь, повышается обязательство клиентов, то есть, тут он защищен. Нет, он как юридическое лицо говорит, ничего ему не подать. Ну, в первую очередь, если клиент приходит в банк, значит, он уже уверен в том, что он доверяет этого банка, если он туда уже переступил порог. Ну, хорошо, вы юридическое лицо, да? В вашем банке, правильно? И вы пришли ко мне, вот я директор банка, вы пришли ко мне, и я вам предложил все услуги, да, открыть, а вы мне говорите, а какая у меня... А я вам говорю, а я вот этого обслуживался в Украине? Да, и она лопнет, да. А я тогда вас спрашиваю, какие вам нужны документы, для того, чтобы я мог вас убедить в том, что банк на деньги? Поехали. Ну, как бы, это вопрос для дилетанта, ну, вы ничего не понимаете в бизнесе, да? Поэтому, как бы, вы не знаете, что нужно. Да? Пять спрашиваю. Да. Ну, так как я могу вам ответить? Таких клиентов у нас не бывает. Я вас уверяю. Во-первых, такие вопросы у меня. Пришел банк, он уже в банке, как бы, а все остальное вы прослушаете лекцию, где я говорил о разных достоинствах банка. О том, что, но я не хочу повторяться, что мы пять лет проходим международный аудит, который стоит нам с лишним тысяч долларов в год. И что мы, что банк любой проверяется по ста параметрам ежедневно и, ну, миллион вопросов, которые есть все. Все дела говорят сами на себя. Да. Но все это рассказывается, а клиент может сказать, и все-таки вы меня, ну, не убедили. Ну, во-первых, те, кто приходят, они уже ничего не говорят. Они уже пришли, они открываются в слезы. А если вы попадаете в государственные организации, вот, ну, ну, завод, там, червоный эскалат, например, да, то что бы вы ему не говорили, он полностью отмороженный, и вы ему ничего и не объясните. Скептик. Да. А? Скептик. Нет. Просто не слушай. Кто он такой? Ну, не слушай вообще. Ну, кто? Да. Это правда. Как человек, который восприним, ну, как, в сравнении с вами, кто он такой? Не менеджер. Не менеджер. Гениальный. Он вон. Баран кончил. Это же проблема всей страны, что сидит баран и управляет крупным заводом. Он бывший дворник, потом помощник слесаря, слесарь, старший слесарь. Партработник. А? Партработник. Не, партработник не надо. Потом он, да. То есть он специалист, ну, в какой-то отрасли. Он знает завод как свои пять пальцев. И вот, когда менеджер его, ну, когда его на аукционе начинает покупать, он орет, кругом бежит, да. И, к сожалению, его воспринимают такие же, как он, в министерстве. Что, это же не специалист идет. Что это идет, ну, он будет на меня говорить, да что же он идет, управляет моим заводом, покупает, когда он ничего не понимает, он не знает, как плетутся эти лапки или как льются гильзы, на завод, да. Вот. В мире бизнес управляют люди, которые никакого представления не должны вообще знать о технологии производства. Вот в чем проблема. В голове. Что же вы ему можете объяснить, когда он дурак закончен? Это слесарь, которого выдвинули на директора завода. Он ни одной цифры не знает, ни прибыли, ни убытков. Его не интересует, ему ничего не докажешь ни по карточкам, ни по кредитам, ни по овертрафтам, он будет думать, о, пришел, тут это, лапшу на уши, и он промоинвестбанк, и все. И он будет одно и то же долбомить. Поэтому, как сказано в Библии, нельзя, это, бисер перед свиньями, ну, как бы метать. Не о чем говорить. Если вы не понимаете, кто перед вами сидит, ему только можно предложить, что? Давай, открывайся, а я твою дочку возьму на работу, там, или, сколько ты хочешь за то, чтобы ты у нас открылся, да, пациентам? Это он вас примет. Это он вас примет. Поэтому, когда менеджер, и менеджер, да, и врывается, и сидит, и начинает убалтывать, и пух конченого идиота, о всяких услугах, ну, это конец света. У нас работает, например, вот, чтобы вы понимали, да, что, управляя, ну, любыми предприятиями, люди, должны управлять, которые вообще не должны ничего понимать, как, как, чего происходит. Всего лишь цифры, да, надо задать какие-то вопросы, да, получить на них ответы, и проанализировать состояние этого предприятия. Все, и понять, где проблема, убыточный, он или прибыль. Если убыточный, почему? Как минимизировать убытки? Убытки или расходы везде одинаковые. На это, на это, ну, они как бы делятся на какие-то группы, независимо от того, делаются это гильзы, или трактора, или химические какие-то, или шины, никакого вообще не имеет значения. Вот всего две графы имеют значения. Это доходы, да, и расходы. И доходы не то, что он считает доходами, когда он берет, у него в доходах, у идиота, в балансе, да, сразу же, что он покупает, ну, это уже расходы, сырье, там, допустим, металл, да, 200, ну, гривен, тонна, да, потом, энергию, там, столько-то платит. Ну, всего у него получается, на единицу продукции, расходов 20 гривен, да, а продает он, да, за 25 гривен. А? Насчет убытки. Да. Еще не может понять, что же у него там, это самое, да? А где тут проблема? Не учитывается. Не учитывается все. А это все учитывается. Не учитывается расходы. Аренда. Да нет, все это учитывается. Дело в том, что в условии инфляции, да, самое главное, учитывать все расходы и доходы только в одной какой-то валике. Можно привязаться к марке, можно к домам. Вот так я вижу. Да? Поэтому в прошлые годы, если он покупает по 20, а продает по 25, и инфляция составляет 100% или 20%, он в убытке. Потому что ему надо привязываться к доллару. Он потратил, в этот день он должен зафиксировать, за сколько он купил, за 200 гривен, тонну, да, он должен тут же перевести это в тот курс, который был на то число, да, и зафиксировать этот расход в долларах. Так считает наш аудит международный. Потому что в отчете нацбанка, там тоже идиоты будут, но сейчас они уже кэмом, ну, система, и уже нас обсчитывают нормально. Только с прошлого года. А до этого получалось так, что Украина, банк, прибыльный по аудиту нацбанка, да, а на самом деле там... 90 гривен. Да, а на самом деле в валютном эквиваленте он с концами. И международный аудит не обманешь, у них и такой международный аудит был. А сегодня это, как бы ситуация, ну, сравнялась. И это все элементарно, и все. Потому что, если он будет считать доллара, да, ну, дальше идут следующие еще вещи, там, если он бартер делает, то он тоже, как бы, ну, отказ от бартера, чего он никогда не поймут, тут его везде дует. Это... Ладно, я не хочу эту тему развивать. Я думаю, что многие из вас могли бы управлять предприятелями, и не какой-то проблемой нет. Управление производственным процессом это самая простая вещь, да, это даже под силу среднего манипулятора. Например, у нас работает в Ахтырке электростанция, которая на Украине все электростанции убыточные, кроме одной, которая эксплуатирует право. В убитом городе, в Ахтырке. Что? А, вы знаете Ахтырку, да? Почему? Ахтырку, да, там же нет, добывает. Ну, добывает. Нас нет, нищего, более нищего города в мире я не видел, да. Ладно. Мы достигли платежей 87% от населения. Я не думаю, что в Киеве столько собирают. Мы взяли тут же, когда эту станцию взяли, мы как посчитали, да? Вот они берут и в других городах эти директора, ну, поскольку у них нет заинтересованности, они не знают, как деньги стыли, да, то они, конечно, привали, во-первых, им там на дотациях, через бартер взял за поставку. Ну, суть-то в чем была основная, да? Все электростанции, вырабатывая энергию, берут за тепло деньги от ЖЭКа, да? А ЖЭКи прикормлены банками и сидят на бабках и долго станциям не платят. Мы взяли и заключили договора напрямую с каждым потребителем, ну, с каждым Иваном Ивановичем отдельно, да? То есть электростанция заключилась? Да, как юридическая, ну, и все. То есть ЖЭК вышел из-за беспочеки? Все! Там крика было, это шума, все, хана. Из 20%, 80% вышли платеж. Провели несколько аукционов этих лотерей по городу, разыграли несколько телевизоров, ну, примерно, кто-то, кто там участвовали, да. Бегут все платить, вырубили пару подъездов, все, никаких проблем, это прибыльное дело, мы зарабатываем где-то, ну, сейчас не знаю, а вот в прошлые годы до полутора миллионов долларов в год. С маленькой рекордами. Если бы в стране были нормальные люди, кто принимает главные решения экономические, да, их немедленно надо приватизовать. Нету проблем. Мы единственные в актерке предприятия, кто ежедневно, ежемесячно платит вовремя зарплату. Там не одно больше. Или взяли завод мотор-деталь Бравокс. Ну, все, чтобы не сглазить. 18, 16 миллионов гривен, ну, это тогда было эквивалентом большой, 5 миллионов долларов в сумму стоя. Убытка.